Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО! Сегодня я хочу Вам рассказать и показать, как сделать торт формой сердца, если такой формочки под рукой нет. Как собрать такой торт? Какой бы ни была у Вас форма с сердцем, у меня есть разные силиконовые, железные, но они никогда такими правильными и ровными не получаются. Вот оно на вид ровное, но когда я выпекаю, сердце получается неровное, некрасиво получается. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как сделать торт с сердцем правильной, красивой формой. Для этого нам понадобится 2 формочки. Одна круглая, у меня она диаметром 20-20 см. Этот диаметр самый идеальный для торта. Если диаметр у Вас больше круглой формочки, торт просто больше получится. И нужно будет больше крема, начинки и всего. Имейте ввиду. Просто он будет больше. У меня эта формочка 22 см диаметра. И еще нужен квадратный или прямоугольный противень. У меня он не съемный, обычный. Не важно, прямоугольный или квадратный. Испечь нужно 2 коржа. Один круглый, один прямоугольный. Заметьте, у меня получился прямоугольный чуть ниже, чем круглый. Буквально, я не знаю, там, наверное, миллиметром на 5 разницы. Ну, почему так может у Вас тоже получиться? Потому что тесто разливается по всему противню. И, естественно, чтобы он был такой же высоты, нужно угадать четко по количеству яиц и всего остального. Но мы его выровняем, когда будем собирать. Я сегодня буду готовить торт пьяная вишня. Ссылка на этот торт есть под видео или поищите на моем канале. Я сегодня не буду показывать, как печь коржи, как делать крем и начинку. Сегодня я буду показывать, как такой торт собрать. Я уже, как Вы видите, спекла коржи. Корж круглый. Его нужно разделить на 2 части. Я приблизительно всегда беру линейку и делю, намечаю и делю на 2 части. Это то, что важно, чтобы он был ровный. Значит, отодвигаем. Теперь такой момент. Померяйте линейкой или сантиметром. Вот этот отрезанный корж от края до края. У меня получилось 21 сантиметр. Это очень важно. Для чего? Потому что сейчас мы будем готовить и формировать основную середину нашего сердца. Это квадратный корж. Так как не у всех есть квадратные формы. И причем не все квадратные формы идеально подойдут. Их все равно нужно обрезать. Что нужно сделать? Так как здесь у меня получилось 21 сантиметр, то значит мне нужно сделать квадрат из этого прямоугольника в 21 сантиметр. Я отмечаю, беру нож и приблизительно намечаю 21 сантиметр. Вот так. В нескольких частях, чтобы четко совпало. Смотрите, вот так я делаю. Вот у меня есть линия. Прикладываю линейку и отмечаю. И в принципе можно отрезать. Значит, по поводу коржей. Когда вы формируете торт сердцем, лучше всего испечь коржи за день до этого. То есть вот я вчера вечером испекла коржи и сегодня вот вам показываю. Потому что всегда лучше работать с тортом, с коржами, особенно если это бисквитные. Ну, такие подобные бисквитные коржи. Они лучше в работе, когда они отлежались. Имейте в виду, если вы только испекли корж и он горячий, лучше его в этот момент не резать, потому что он внутри упадет и будет такой, знаете, у нас говорят слово глыбкий. Ну, то есть, знаете, такой трошки как тягучий. Вот тесто упадет и будет как комком. Это нехорошо, невкусно, некрасиво. Поэтому коржи должны отлежаться. Так, 21. И вот еще одна стеночка тоже должна быть 21. Итак, меряем теперь по этой стороне. Здесь нужно отрезать буквально совсем немножко, приблизительно около сантиметра. Вот так. Отмечаем и тоже буду отрезать. Смотрите. У меня получилось 21 на 21, ровный квадрат. Теперь берем этот квадрат и отрезанными двумя уголками поворачиваем вверх. Смотрите, вот так. Там, где срез. Там, где среза нет, вот здесь, где ровный, то, что уже как выпекалось, это будет низ нашего сердца. Подкладываем другой пергамент и берем два срезанных нами коржа и формируем сердце. Посмотрите, как получилось. Вот так. У нас получилась форма идеального сердца. Значит, если Вы угадали с высотой бисквита, то и квадратный бисквит у Вас получится в ровную высоту. Ну, я честно Вам признаюсь, я не всегда могу угадать. Иногда у меня получается практически ровно и там кремом я выравниваю. В этот раз не совсем ровно. Поэтому то, что я срезала с этого квадратного коржа, я просто положу в середину, в прослойку и оно у меня поднимется. Такое бывает. Это нормально. Потому что Вы не кондитеры. У Вас дома нет таких и у меня дома нет. У меня вот обычная печка. Вот посмотрите, абсолютно обычная. Поэтому я не пеку ни в каких там кондитерских. Это дома обычная плита. И греет она так, как она греет. Не так, как в кондитерских со всех сторон. И он получается в 10 см четко каждый. У Вас может быть, что даже круглые коржи у Вас получатся в разную высоту. Такое тоже может быть. Вы не переживайте. Кремом можно все выровнять. И то, что мы обрезали с квадратного нашего коржа, тоже мы положим в серединку и хорошо выровняем. Теперь каждую часть можно отодвинуть это все. Нужно разрезать на два или на три раза, как Вам нравится. Сколько у Вас начинки, какой у Вас торт. Я просто разрежу напополам каждый кусочек. Теперь я возьму мою вишню. Она у меня уже замаринованная. Сливаю сок. Полностью весь сок с вишней. Вишня должна быть сухая. В рецепте торта посмотрите. И этим соком я пропитаю коржи. Значит, пропитывать такой торт сердцем не пропитывайте, чтобы он был очень мокрым. Имейте в виду, он не должен быть очень мокрым. Особенно края. Вот так вот слегка пропитайте. Значит, еще такой момент. Вы можете не обязательно брать этот торт. Я просто на примере этого показываю Вам, как делать. Вы можете приготовить совершенно любой торт. Начинку зрительно делим на три части и нужно нанести на три коржа. Теперь то, что у нас осталось от того, что мы срезали наш прямоугольный бисквит. Нужно нарезать ломтиками приблизительно до сантиметра. Не толще, чем сантиметр. Вот такими вот полосочками. И сверху, потому что он у нас ниже, нужно выложить сверху крема. Вот так. Сверху крема, обрезая край. Чтобы выровнять его, чтобы он был такой же высоты, как и все остальное. Посмотрите, вот так. Так отрезаем. Но это я так выкручиваюсь из ситуации, когда так получается. Поэтому будете смотреть сами по вашему бисквиту, вдруг у Вас все ровно. И небольшим количеством крема тоже сверху затягиваем, чтобы выровнять его. Если у Вас получилось все по высоте ровно, то Вы этого делать, естественно, не будете. Теперь можно накрывать коржами сверху. Посмотрите, вот так. Придавливаем. И переворачиваем. Вот такая моя лопаточка. И переворачиваем. Вот так. Вот один корж готов. Переложили торт, так как он будет лежать в идеале. Посмотрите, вот здесь два края, которые мы не резали. И по краям круги. Теперь, чтобы оно все склеилось, нужно взять шоколад, помадку, которую мы с Вами сделали. Ну, мы делали это в торте, в рецепте, который там у меня есть, посмотрите. Или Вы будете делать другой торт какой-то. Обязательно нужно промазать. Вот так. Этот край промазать, и этот край тоже нужно промазать. И склеить. Склеиваем две половинки. Ровно-ровно и четко. Вот так. Посмотрите. Вот таким образом. Склеили. Теперь склеиваем эту часть. Посмотрите, четко все склеилось. Посмотрите, какая-какая правильная, красивая форма получилась. И со всех сторон, если Вы заметите. Вот я не могу повертеть, очень тяжело, но постараюсь. Вот здесь красивый край, нерезанный. И вот здесь тоже все края красивые, нерезанные. Посмотрите, вот как с этой стороны. Сейчас я Вам хочу показать, как с этой стороны получилось. Видите, тоже нерезанные края. Очень красиво. Теперь все это дело затягиваем нашим шоколадом или помадкой. Я полностью закончила делать торт. Посмотрите, я затянула все помадкой шоколадной, и вот мое сердце готово. Посмотрите, какое оно красивое и ровное. Никто никогда в жизни не скажет, что оно собрано из трех частей. Вы можете украсить уже потом по Вашему вкусу и желанию. Можно вообще не украшать. Все зависит от того, какой именно торт Вы делали. Но торт Пьяная вишня есть ссылка под видео. Можете перейти и посмотреть. Вы можете сделать такой торт еще быстрее, если будете использовать вообще просто вафельные коржи и сгущенку, потому что коржи тоже круглые. И вафельные коржи еще продаются квадратные. Таким способом буквально за полчаса можно соорудить торт из обычных вафельных коржей, перемазывая их просто обычной сгущенкой. И посыпав сверху дробленым коржиком из вафли, который у Вас последний останется. Обычно чего-то всегда остается. И это будет очень просто. Это будет форма сердца. Вы буквально за полчаса перед праздником это можете сделать, чтобы не готовить и не печь. Но если у Вас есть время, обязательно сделайте так. Сегодня моей целью было рассказать Вам, как правильно сделать торт с сердцем, если у Вас нет формочки. Еще. Он получается из двух коржей и в середине прослойка. Посмотрите, какой он большой. Он реально большой. Вот я Вам сейчас даже покажу, сколько он в длину. Значит, от края до края, ну вот, от серединки до края 30 сантиметров. И тут, вот видите, наверное, все 35, да, где-то 35, потому что вот линейка 30 сантиметров и до краев она не дошла. Вот такой большой торт. За счет того, что он в одну длину, не в высоту 3 коржа, 3 слоя, то есть обычно у нас 2 ряда прослоек, 3 коржа. Здесь у нас 2 коржа и 1 прослое. Он большой, его хватит человек на 15, это точно. Я просто спекла 2 бисквита, а уже вот шоколад и начинка была как на один торт. Обязательно попробуйте. Я думаю, что Вам будет полезно посмотреть это видео. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.